Сегодня я хочу поговорить с вами о приоритетах вашей жизни это напряженное время я вижу что терпение у многих из вас на исходе не только из-за затянувшегося перехода но также из-за чувства безысходности когда вам кажется что глобалисты вот-вот достигнут своих целей и человечество окажется в полной от них зависимости поверьте родные мои что это не так то что они так торопятся воплотить в жизнь свою изначально долгосрочную программу как раз и говорит об обратном о том что не все у них получается так как им бы хотелось и чтобы вынырнуть из апатии и уныние которые порой охватывают вас я предлагаю вам расставить следующие приоритеты в своей жизни первое найдите для себя такое занятие которое доставляло бы вам удовольствие и в которое вы могли бы окунуться с головой вместо того чтобы вариться в текущих событиях и их обсуждений конечно вам нужно быть в курсе того что происходит сейчас в ваших странах и на планете в целом чтобы иметь представление об общих тенденциях и направлениях мировых событий но главное внимание сосредоточьте на деле вашей души если вы такового не найдете то просто слушайте любимую музыку читайте книги проводите как можно больше времени на природе полностью растворяясь в ней и не думая ни о чем другом такая отстраненность от реалий современного мира поможет вам пережить этот непростой переходный период с наименьшими моральными потерями что принесет вам душевное спокойствие и сохранит ваши вибрации на высоте второе выберите из множество медитации и практик которые давались вам на протяжении всех этих лет те которые даются вам легче всего и которые приносят вам радость и удовлетворение это могут быть медитации направленные на индивидуальное духовное развитие и трансформацию вашего физического тела или касающиеся всего человечества ваша интуиция обязательно подскажет вам какие из них подойдут вам больше всего в данный момент и не испытывайте чувство вины если это будут только ваши личные медитации ведь вы прекрасно знаете что ваше собственное гармоничное состояние уже само по себе способствует повышению вибрации коллективного сознания человечества хотя и происходит это бессознательно и незаметно для вас и третье ни в коем случае не вступайте в споры и объяснения с людьми полностью погруженными трехмерный мир но если вам посчастливится найти единомышленников то постарайтесь максимально расширить этот круг что может положить начало созданию кому как про образу общества будущего на земле пятого измерения другими словами оберегайте свое энергетическое пространство от чужеродного вторжения но общение с людьми схожих с вами вибрации многократно повысит ваш общий коэффициент полезного действия и последний совет не оставляйте без внимания свое физическое тело поскольку сейчас она как никогда нуждается в вашем внимание и заботе его трансформация в световое кристаллическое является сложным и уникальным для вас опытом поскольку до сих пор такое было возможно только в развоплощенном состоянии человека тщательно следите за своим питанием и пейте как можно больше чистой воды что поможет вашему телу легче адаптироваться к новым высоковибрационным энергиям чистота душевная и телесная это то что должно стать вашим девизом на ближайшие годы благословляю вас и люблю безмерно отец абсолют говорил с вами приняла марта